Всем привет! Вы на канале Наша жизнь в Америке. New life is my life. Сегодня у нас такой маленький будет как бы блог по всяким школьным делам, расходы на школьников. 99 центов расходы на школьников. Идем в магазин. В общем сегодня мы покупаем ни продукты, ни напитки, ни игрушки. Наша цель... Кодекс это просто что-то созвучное или были такие прокладки? А вообще-то да, прокладки переехали. Переехали и тесты переехали с контрацептивами. Тесты не с контрацептивами, а? С контрацептивами. Ну ладно, потом пройдемся. Сейчас мы идем туда куда идем. А идем мы в канцелярские товары. Как раз не вовремя тачечка стоит. Ну ничего, давай свою сбоку поставим. Ну не знаю. Давай купим вот эту стирку, да. Знаешь для чего? Вообще у нас... Вообще у нас кто-то в комментариях, извините, я забыла... Имя. Ну это не имя получается. Никнейм. Никнейм, да. Спрашивали, зачем же нам столько стирок? Нам стирок столько много, сразу и не надо. Просто у нас дети, Антоша и Катарина, в старших классах, за то, что они правильно учатся, за то, что они хорошо ведут себя, соблюдают все школьные правила. Детям каждый день начисляются фан-баксы. Ну типа как бы... Веселые деньги. Веселые деньги, да. По-русски говоря. И потом раз... Несколько раз в семестр, по-моему, два раза, у них происходит аукцион. Вот дети накопили какую-то сумму вот этих, ну не настоящих школьных денег. Родители приносят всякие интересные вещички в школу, а дети их выкупают. Родители покупают через своего ребенка, передают. Ну мы можем и учительную, по-моему, принести, просто нам проще Антону отдать пакет. И потом дети... Все идет в общую кассу, потом выставляется как отдельные лоты. На нормальный аукцион происходит, учительница поднимает и говорит, типа, кто за это там даст, допустим, 5 баксов. Там один поднял руку. Ну вообще происходит, это очень забавно. Что это за головастик там такой показательный? Антон Паповский. Антош, подойди. Вот в это окно открой, мне покажи. Что это за... Окшин. И ихтиазавр какой-то. Я так понимаю, я сейчас скажу, кто это. Это спрут. Да? Осьминог. Где ты это взял, скажи. Окшин. Ты купил это на акционе. И еще, потому что я был хороший мальчик. Я хорошо потратить одну тысячу и сто, чтобы купить на... Ничего себе. Здесь четыре копии. Вот смотрите, это то, про что мы вам рассказывали, про аукционы. Так а что, можно Антоша заносить на аукцион эти вещи? Продукты? Видно, да. Прикольно. Покажи, давай еще раз покажем. В общем, на аукционе Антоша приобрел себе вот такого вот осьминога на голову для костюма. Так это что, у тебя получается карнавальный костюм на следующей половине есть? А вообще-то да. Вот. Это тот аукцион, про который мы вам рассказывали, куда мы покупали всякие ручки, стирки. И вот еще Антоша купил вот такие печеньки на всю семью. Ну, я решил, потому что там с девочкой я решил трейд. Четыре четвертых куки до бабу Рак. И другому другу дал одну четвертую. И потом дал две девочки один ха. Угостил их, да? Ну, молодец, умница. Так сколько ты потратил на печеньки, расскажи. На печеньки вроде тысячу. Тысячу сто ты вроде сказал, да? А за шапку за эту? Вроде 800, 600. 800, 30, 60, я точно не помню. 800, 6 или 800? Угу. Она такая недорогая получилась, да? Угу. Подожди, шапка получается 600, а печеньки тысячу? А потому что все любят. Печеньки. Все хотят печеньки, поэтому цена так взлетела? Угу. И ты торговался и уторговался, да? Ну, я чувствовал так плохо, потому что я имел так много денег. И потом все время, когда я покупал, у меня прям гелд шел и шел. Что у тебя шло? Ну, гелд. Что такое гелд? Когда чувствуешь плохо? Я точно не знаю, но я просто очень плохо чувствовал они. Подожди, что значит плохо чувствовал? Ну, что они не могут эти вещи покупать. Что не можешь покупать? Ну, что они не могут. А, что они не могут? Так ты чувствовал себя наоборот хорошо? Я уже даже не знаю. Ну, ты чувствовал, что ты можешь купить, а кто-то не может купить, да? Да. Что ты можешь перебить ставку. Ну, ты красавчик. Молодец. Вот такие прикольные аукционы проходят в школе весело детям. И у тебя остались еще какие-то деньги? 45 долларов, да? Еще 45 долларов осталось. Ты еще, короче, продолжаешь собирать, и у вас еще, возможно, какие-то аукционы будут, да? Ну, отлично. Дети зарабатывают на печеньки. И на костюмы. Ну, все, пока, увидимся. Пока. Пока-пока. Мне, наверное, очень интересно, такая стирка. Ну, конечно, интересно. А курус? Такая, огромная. Так ты ее хочешь купить уже для ребенка или опять для аукциона? На аукцион положить. Опять аукцион готовится? Ну, все равно надо будет вставать. А сейчас такое интересное. Или, вон, смотри, такое. Две-четыре. Покажи. Ну, обычно на аукцион приносят что-нибудь, что может школьникам понравиться. Ну, понадобится. Ну, в прошлый раз он тоже купил даже печенье. Кто-то принес. Ну, так читришь печенье. Я подумала, его угостил кто-то. Здрасте. Он тоже их купил? Да. В следующий раз. Он купил и он угощал. Надо будет палочку колбасы отдать. Он угощал и менялся. Еще даже печенье там нашли. Ну, в общем, я не знаю. Пока я вот хочу купить вот эти два для будущего аукциона. Идем выбирать дальше. А нам сейчас... Так, нам нужны эти самые... Короче, нам нужен корректор. Угу. Пойдем искать корректор. Пачку оставляем. Вон он, Серёжа. Ну, нам нужен корректор не обыкновенный как бы, а как вам сказать, Серёжа объяснил. А мы покажем и объясним. Ты его не видишь? Так, а ты же говорила, его видела там. Вон он висит. Это игрался корректор? Вот этот? Да. Давай покажем обычный корректор. Ну, давай. Который замазывает. Вот. Ну, обычный корректор. Все знают. Мне не разрешают пользоваться. Все знают, им можно просто замазывать. Да. А вот этот, он как бы... Вот его носик. Да, может... Кто-то знает, может... Короче, там специальная лента стоит. Ну, в общем, я этой. И мне проще портал. И эта лента, она клеится на то, что вам надо замазать, грубо говоря. Клеится и получается вот такое закорректированное письмо. Поэтому, в общем, это мы покупаем Антошке. Это что? Механический корректор. Очень интересно. Карандашик, корректор мороженого. Что ему еще надо? Все, Антоша, ничего больше. Ты хайлайтеры себе хотела? Короче, вот смотри. Тебе вот выберите цвета, может, ну, большой купить разноцветный. Детям вот еще, смотри, какие-то есть. Черный, зеленый, красный. Это не хайлайтер, это маркеры. Да, маркеры. Ну, мне тогда вот этот, я просто розовый Антоша, один там. Остальные тебе подойдут? Да. Ну, давай, какой возьмем. В общем, я не знаю. А вот эти вот маленькие стирочки мы покупали на аукционы. Вы, наверное, прослушали о Влоде. Вот такие вот. Это все стирки выйдут для аукциона. Вот такие. Это все было на аукцион. У детей тоже много стирок, потому что они все время пишут карандашами. А еще лично учительница выставила на аукционе вот такой вот. Да. Антоша тоже купил небольшой рулончик, и они щелкали их дома. Ну, прикольно, видишь, и купил. То есть, кто-то принес. Вот магниты классные на холодильник. Что еще? Ну, нужно. Вот, на 99 центов очень выгодно всякую бумагу вот эту покупать. Раскраски мы здесь тоже покупали постоянно, когда дети меньше были. Хотелось. Блокнатик модно. Конечно. Вот раскрашечки, Сережа, смотрите, какие рюкзачки можно купить. Ну, для такого вот, как киндергаден, например, которому не нужен большой. А вот, мне очень нравятся такие вещички. Это, оно сделано, как картинка, ну, как наша называется? А, типа канва? Да. Мы фотографии просто заказывали. Сереж, как это называется? Эта фирма, она так и называется? Канва. А почему эта фирма нам делала бесплатную доставку? Ну, это у них акция такая. У них периодически бывает акция на размер. Да. Спрасывается сена на доставку. Мы выбрали фотографии, какие нам нравятся. И она, эта фирма, напечатала фотографии детей на таком, как холсте. Ну, это получается сзади вот так. Мне очень нравится. Мы покажем, когда наш дом будем показывать эти фотографии. А вот нитки, кстати, которые мы покупали, чтобы дети ткали свои ковры в школе. Один рулончик, один полут. Ну, кстати, здесь вот возле школьного еще и в 99 центах можно найти все, что нужно, там, если по-быстрому, что зашить. Нитки там. Зашить пишет. Ну, нитки, как мы вам сказали. Абсолютно. Неважного качества. Очень качеством, тохлого, тохлого качества. Ну, налить. Выпухлые накручки. Ну что, все? Да, ну и я хочу еще печенье пойти посмотреть, потому что сейчас сезон, так сказать, сброса Орео. Ну, не сезона, как это сказать. А, мы ждем скидки на Орео. Ну, пойдем посмотрим. Решили остановить внимание на носках. Показать вам. Где мы недавно смотрели? В Санславе. Держи за бешенку, а то они выскальзывают. В общем, получается 6 пар. 6 пар, 2,99. Они очень хорошего, хэбэшного качества. И они есть разные, смотри, так. Потому что эти какие-то как коротенькие, а вот такие как длинные. А эти вообще тепленькие. Но это одна пара. Или две. Одна. Одна, два. Ну вот 3 за 2,99 вообще длинные какие-то гольфы. Главное, они такие же, смотри. Та же, мне кажется, как все. Нет, другая немножко. Но сделаны так же, похоже. Странно. Ну и черные. Мы там же и смотрели, по-моему, черные носки, да? Корочка, те хочешь? Ну, сама вообще такая интересная. А если вот, ну, скажем, не загоняться этим, как волны? Ну, чтобы они были вот такие. Задорьте, может идти. Но они какие-то совсем короткие. Мне кажется, это будет неудобно, они будут соскальзывать. А еще можно купить туалетную воду. А, вот и берите, если вкусно. Да. А я хвостусь водой. Вот такой, ну, на вкус и цвет, как говорится, любителей нет. Я покупал вот эту воду, она очень вкусный запах имеет. Смотрите, карандаши приехали. Они же были как раз в том месте. Ну, как-то немножко, какие-то все вкусные. А вот какая полета здоровая. Это же тени получается, да? 2,99. Нет, если что, то нужно идти. А что это? А можно идти. Конечно, тени. Но это же не румяна. Плойка за 2,99. Ладно, идем. А то мы пришли вроде как на минутку, а сейчас загуляем. Загуляемся. Так, в общем, мы решили сегодня детей побаловать сладостями. Покупаем вот такие вот. Так, это получаются вафельные трубочки, типа, да? Вафельные трубочки. И здесь у них шоколад. Ну, она, правда, какая-то маленькая, 90 граммов всего. Стоит 99 центов. По-моему, мы немножко раньше, чуть-чуть больше как бы баночки покупали. Я вот не могу вспомнить. И покупаем одну коробочку вот такой вот штуки. Все знают, в Беларуси есть шокопай. Это, в общем, аналог, только называется немножко по-другому. Давайте дома его распечатаем, посмотрим. Кстати, распаковку сделаем. Ну, в общем, это шокопай, только он называется не шокопай. Да, абсолютно точно такой же, только немножко другое название. Здесь же тоже есть шокопай, не только в Беларуси есть шокопай. Сережа, ну, нет, но я говорю, что мы там покупали его, конечно. А мне вот это вот, почему я вам интересовала. Какое? Какие-то? А, я знаю, какое. Не понравится. А вот, смотри, за еще какие-то типа шокопайчики, только... Шокопай, ванилокрем. Давай шокопай, ванилокрем возьмем туда. Так, а тебе какой нравится? Ну, смотри, с клубничкой? Мне вот нравится... С ванилой? С ванилой. И вот этот. Подожди, нет. Нет, подожди, смотри, этот какао. Какао. Какао? Ну, вот, какова написано, какова. Шокопай, какова. Так, берем такой шокопай. Блин, ну, короче, сладостей вообще на самом деле очень много. И я не поясню, они все очень вкусные. Вот это вот что получается. А я люблю бодибарсы какие-то. Если же найти то, что я люблю показать. Короче, вот это тоже мы тогда покупаем. Что-то у нас какой-то, блин, зашли за стирками. А решили купить. Ну, попробуем. Нет, это мы не покупаем. Покупаем. Ну, так ты другой себе покупаешь. А что ты любишь? Они немножко напоминают гемоглобин. Гемоглобин. Блин, вот это... Гемотоген. Короче, кто будет ехать в Лос-Анджелес? Привезите мне гемотогена. Привезите гемотогена. Мы вас встречаем в аэропорту, а вы нам привезите гемотогена. Меняем мы этот самый... Чей-то сделаем. Ужин у нас дома на гемотоген. Слушай, на самом деле, я думаю, что если бы мы поехали вот в этот магазин, который находится... Нет, в русском магазине, в русской аптеке, я думаю, можно купить. Но там гемотоген будет стоить, как маленький... Смотри, какие сухарики, милые. Кстати, итальянские. Что, тоже были? Боже, ну это как будто, смотри, как будто большой хлеб нарезан. Ну, я же тебе говорю, смотрите, что это милые. Ладно, сухарики мы купим. А, французские, я говорю, итальянские. О, а я вот туда хочу дать. Мне интересно. Короче, что-то нас опять вштырило. Зайк, посмотри, вот это. Это похоже очень на то, что у нас есть дома. Вот, помнишь, это смесь какая-то ореховая? Мы показывали ее, но не пробовали. Какая-то ванила, яблоко с циномоном. Что это? Это ж грызлы какие-то получаются. Смотри. Подожди, а вот это не то, что я люблю кушать? Что-то книгу что-то получается, когда плавают, постоянно падают. А нам вот это вот не надо, это ж вот с этими штучками. Зайк, а у нас что такое? Такого много у нас? Много, не волнуйся, интересно. Можешь спать спокойно, у нас это вам много. Это очень смешно. Просто я когда-нибудь, мы покажем, как я на работе беру маленькие собачки, я вот такое очень люблю, сладенькое покушать. Почему-то мы не будем, мы покажем, это маленькие контейнерчики специальные. Какие все маленькие контейнерчики? Боже мой, а что с виноградом стало? Зайк, посмотри, какого размера виноград. Виноград катастрофически вырос. Я понял, ты, короче, риса захотела купить? Да нет, я просто смотрю, что-то, посмотри, как у нас спрашивали про крупы, покупаем ли мы крупы. Мы крупы покупаем на развес. Мы не только на развес покупаем. По-всякому покупаем. В Костке, когда мы купили рис, то, как вам сказать, если вы покупаете на семью рис, сколько там, 10 рублей, по-моему, или 7 рублей, нам это на очень долго, потому что, я скажу так, я вообще каши не ем, моя еда, это салаты и мясо. Ну, с определенного времени мы с тобой отказались от гарниров в пользу салата. Сейчас Слёжа понемножку опять начинает гарниры кушать, потому что я ему подкрадываю. Я кушаю, получается... Потому что дети перестали их кушать, на готовленную кашу кто-то должен съедать. Кого-то надо скормить. Да, получается, мне ее скормить. что большая упаковка. За 2 доллара. За 2 доллара. Поэтому я кушаю, все, Ну, в общем, крупы мы покупаем, вот, например, гречку мы покупаем в Джонсе. Рис мы покупаем в Костке или в Самс. Клабия. Перловку мы покупаем в Смарт & Файнал, в Развесну. И там мы еще покупали пшено. Пшено мы там покупаем. Кускус мы там покупаем. Что мы еще покупаем? Ну, какие-то покупаем. Там эту пшенку какую-то мелкую покупали. А сейчас мы хотим зайти купить... Пшенку. Да, я думал, пшенку. Ты вот эту же пшенку. Всю жизнь ел пшенку, а оказалось, что это пш-куш какой-то. Я хочу купить себе пару энергетиков, которые окрыляют. Чтобы они окрылили, судя, потому что водили маленькие на классе по здоровому образу жизни. Их нужно со спиртными писать. Вот советы ребятам. Боюсь, как-то для водителя немножко не та смесь. Когда обсуждали про все это, один парень поделился, что он имеет опыт смешивания энергетиков. Там какие-то новые чипсы, пойдем еще смотреть. Слышу. Со спиртным. Да. Так, ну в общем, в общем, это не... А, это какой-то мускул энергетик. Но мне такое не надо, мне надо попроще. А вот, смотрите. Да, вот мне вот надо вот эти мускулы мелкие. Я сам делаю. Зай, так они же этот монстр, этот смотри. Это тоже энергетик. Да, да. Энергиев. Так, ну в общем, вот есть такие вот разные. Но обычно этот монстр, они немножко другие, не мускулы были. Мне надо что-то выбрать вот из этих, из маленьких. Сереж, вкус мне взять, я не знаю. Я, наверное, возьму... Наверное, не знаю. Гранатовый. Вот я смотрел на гранатовый. Думаешь, гранатовый? И вишневый смотри. Ну вот ты как раз вот угадываешь мои вкусы. Ну так я с тобой уже 15 лет. Ну давай, значит, один вишневый. Дома посмотрим на него и один гранатовый. Я думаю, коктейль заботимся. Нет, ну так как вечером будет у меня пятница, суббатого сессия. Вечером на тренировку не пойдем. Да, на тренировку другой коктейль. Да. Я хотел этого монстра, но монстр мускул, я не понимаю, почему он стал монстр мускул. Сейчас пойдем глянем на него. Мне нравится, мы тут все прям большими банками покупаем. Есть маленькие ананасы, маленькие баночки. мне у этого не нравится, что она большая банка. А тебе получается много? Нет, мне будет удобно, но его много, лучше бы 2 маленьких было. Давай еще сходим на банку и вставляем с собой. А, на авиаке там не показывали с вас, но и как с кармашкой, да, с детьми. Двигаем дальше. Вон какие-то вэджи-чипсы какие-то новые появились. Зайра, скажи про вот этот горох. Как мы его купили и потом, что мы думали с ним делать. Вот очень классный горох, да. Но я его съел. Кого он классный, гроза, блин, в слезе. Он острый, жуть, жуть. А может, он без перчика, зайка, этот просто, этот, наверное, с луком. Это, кстати, вот нам стоит еще один взять, попробовать. А мы взяли с перчиком. Блин, у меня глаза заслезли. да. Но он прикольный. Вот, что я хочу. Глютен-фри, кстати, помнишь, нас кто-то спрашивал? кто-то спрашивал. Вот, смотрите, глютен-фри. Сделано с картошки, томатов, морковки and pizza. фасоль, бобовые. Думаешь? Горохи всякие. Ну что, давай тогда возьмем одну ламочку, да? Ну, давай попробуем. И, кстати, я вот что хотела сказать, наверное, все-таки много очень продуктов, которые помечены вот этим глютен-фри. Вот, смотрите. Просто мы никогда на это не обращали внимания, так как нас этот вопрос абсолютно, ну, не заботит. Ну, вот, смотри, одни и те же, скажем, по фирме. Абжель 19. Здесь есть значок. А здесь я не нашла, наверное, здесь нет. такого значка нет. Вот. Он тоже глютен-фри. Интересно, а на печенье? Мы не обращали внимания, сейчас мы в печенье сходим дальше. Хорошо? Давай. А вот тебе печенье какое-то стоит. Кстати, не будем брать, мы попробуем. Хозяйка, хватит уже пробовать. А то мы так распробуем. что-то мы сегодня за шлистерку купили. за шлистерку уже купили, блин. Решили, ну, попробуем взять. Я думаю, что оно должно быть где-то на переднем фране, раз это так важно. Нет-нет-нет, зайка, видишь, оно должно быть как очень важная информация, да, оно должно быть на очень видном месте, скажем. неожиданно. Но я как-то больше знала и была как-то поражена тому, что очень много кто из детей имеют аллергию на арахисовое масло, на арахис. И в летней школе, когда мы ходили в летнюю школу, там прям было на классе написано, что зона свободная от орехов. То есть не переносить, не проносить, не заносить. короче, использовать. Вот, кстати, этот сок, который в Сен-Славе был, смотри, тоже gluten-free. В общем, нас кто-то спрашивал, я думаю, что много продуктов. Ну, мы просто сейчас в разделе чипсов, но я думаю, что и в печенье мы сейчас пойдем просто профит. Пудик, мы какого-то сейчас швака наберем, я уже, если честно, смотри. да ладно, взяли пару баночек. Вот, смотри, тот томатный сок, который мы видели в Сэмсклабе, который на свет, на просвет не похож на томатный, с этим, с этим. Ну, написано еще для коктейля. Нет, это коктейль из концентрата. Ну, просто можно купить маленькую и попробовать, чтобы не брать большую. Вот, кстати, тот, кто интересовался глутейн-фри продуктами, вообще мы в этой теме ничего не понимаем, поэтому, если вообще вас эта цена очень интересует, сориентируйте, какие продукты. Ну, интересуют, наверное, все продукты, хлеб, наверное, и молоко, может, я не знаю. или мы вообще не разберемся. Ну, на первую, скажем, на первый взгляд. Ну, орео есть, как я и говорила. Ну, маленькая пачечка. Да нет, даже не маленькая, она мятная, и она у нас не воспользовалась успехом. Поэтому мы выбрать не будем. А вафельки не будем брать? Кот, не будем вафельки выбрать. Давай еще вафельку купим. Тетенька, разрешите вафельку купить? Ты на диете. Зай, ну, серьезно, давай купим. Короче, я хочу вот такие кокосовые. Нет, кокосовые не хочу, я хотел вот такие вот какао. Какао вафельки берем и берем вафельки вот такие ванильные. Кот, мы вообще все покупать печенье, есть ли оно так вот на вафельках посмотри, есть на них кстати это или нет. А я уже увидела когда они. Но я считаю, что эта информация важная, она должна быть на самом переднем плане. Не видно. Не видно. Короче, ладно, пошли дома разговариваем. Ну что, мы тогда на выход идем или еще? Ты в печенье хотела что-то смотреть? Именно вот это? В печенье смотрим, именно да. Можно отресть на первых взгляд как мы идем, я не вижу на всех не видно. Да. На большинстве. даже на каких-то таких вот. Ну в общем, наверное, какие-то продукты есть, но не все. Ну опять же, может быть это какой-то специализированный магазин, может быть если зайти в тот же Трейдер Джосс. Да. И может быть у них вообще отдельная секция есть, где продаются такие продукты. Давай все-таки сходим как-нибудь в этот магазин. Мне очень интересно. Я там был один или два раза. Молодец. Займу по кругу пошли на конфеты. Давай еще пачку конфет мне на работу купим и все. Шоколадку домой купим какую-нибудь одну? Не, не надо. Зайдите шоколадку. Вот смотрите, те шоколады, которые по доллар 99, по 2,99 в центах можно купить за доллар. Тот же вес 100 грамм. С морской солью, с мятой, черный, молочный, с миндалем, в общем, какой хотите. Зайка, мне бы конфетки какие-нибудь типа мятные. или мы уже доедем до Костка, до Сэмсклаба и купим там большую упаковку. Ну, в общем, Сереж, решай сам, да. А я не вижу их тут. Ну, значит, надо будет ехать в Костку. Да. Ну, двигаем на кассу. Зашли, короче, купить пару стирок, затарили каких-то вот сладушек и сейчас поедем распаковывать с вами. Все, идем на кассу, там скажем сколько это, что почем хотя и с мячом. Итак, мы закончили наши покупочки. Зашли купить стирку, хайлайтер и корректор. В результате накупили продуктов на 15 долларов. А это потому, что тебя от чего-то сегодня тянет на какой-то сродину. Ну, потому, что они все эти упаковки такие красивые, так хочется эти вафельки вкусные. Потом Антошка что-то говорил на днях про Шакопай и мне показалось, что он как-то аккуратно был бы не против их поесть. Он у нас такой, он очень у нас воспитанный, очень деликатный. Это мы сейчас хвастаемся. Конечно, хвастаемся. Ну, хвастаемся, просто хотим поделиться тем, что он как-то даже лишний раз не попросит что-то. Но он так рассказывал про Шакопай, я когда увидел, мне показалось, что он, наверное, соскучился по нему. Он что-то его начал с чем-то сравнивать, там вроде в школе им что-то давали. У нас еще иногда как-то раз вечером он принимал души. Саша, я старшим, конечно, я уже, ну, скажем, не особо помогаю, да, а Сашеньку я еще полностью вечером, ну, купал. А я как-то зачем мне это все рассказывать? Ну, рассказывай. И мы с ним разговаривали, и он такой, мам, а какая у тебя любимая еда? Я говорю, Саша, я много чего говорю, люблю. Ну, вот вообще, а вот у меня, допустим, да, и начинают, шашруик, любимая еда. Мы, правда, говорит, давно его не ели. Намек понят, побежали за шашруиком или там за чем-нибудь еще. Ну, вот поэтому взяли Шакопай, взяли, а потом нас понесло. Нет, тебя понесло, не нас и тебя. Мы увидели новые чипсы, решили побаловать детей. Потом ты предложила побаловать их трубочками. Тоже сказала, не купим, но было бы хорошо. Себе я купил вафельки двух видов. Я больше всего люблю вафельки. Ну, и купил себе два энергетика, потому что иногда, когда я работаю поздно по ночам, иногда хочется что-то, чтобы окрыляло. Бэрдбулл не окрыляет, нифига. Упаковку сожрал, блин, крылья не выросли. Все, вы были на канале Наша Жизнь в Америке. New Life is My Life. Мы поехали распаковывать вкусняшки и делиться с вами составами, впечатлениями, ингредиентами. и по некоторым вот тем попробам, которые мы пробуем, мы вам скажем, что нам не понравилось, когда будем в тех магазинах видеть то, что мы покупали и нам не понравилось, на что реально стоит обратить внимание и может даже и не пробовать. Не, ну, дело вкуса, но вот точно вам скажу, что апельсиновый сок из Костка бизнес-центра покупать не стоит выброшенные деньги. Апельсинов там даже рядом нету. Это вообще было какое-то... Нам не понравилось. В деревне алкоголики называли это Берла. Вот. Хотя, что за... Ну, мы их знали. Мы знали, потому что они меняли его на... На много что меняли. На работу, на грибы, там, на что угодно. Вот. А, ты имеешь ввиду алкоголики, но у них же это было как почасовая аппарата, то есть у них бутылочная аппарата. Да, да. Потом, что еще... Кожасти они всегда были нужны. Да, потом недавно мы купили цинамоновые твисты в Smart and Final. В общем, там тоже хорошего в них мало. Они похожи на ушки, они очень красивые, но... Скажем так, они больше несут эстетическое удовольствие, нежели... А, и вот в последний поход в Костку мы купили какие-то куриные бургеры. Мы их вам еще покажем, но, в общем, тоже выброшенные деньги. Что как курица, что как это самое, они только выглядят красиво, но на вкус. Мы их еще попробуем приготовить на барбекю, но... Ну, в общем, спасти их трудно. Столько, скажем, кетчупа, и майонеза не будет в магазине, чтобы их спасти. Ну, мне они абсолютно не понравились, они и пахнут. Вот, допустим, когда мы наггетсы готовим, которые в Костке покупаем, от них такой приятный запах, а это... От них запах, но... От этого я даже не знаю, что у меня больше не нравится. Запах, вкус... Почему? Мне не понравились, и, естественно, дети не будут кушать. В общем, второе прощание, торжественную камеру. Всем пока-пока. Всем хорошего настроения, хорошего дня. Увидимся. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok